всех приветствую на канале сегодня будем делать корректировку одометра toyota camry v40 540 тысяч пробег у нее нужно сделать на 300-280 плюс добавок у него видеть потухшие светодиоды еле светится половина сгорела и буду тоже менять ну то есть скажем так омолодить нужно приборку в плане пробега и в плане подсветки буду использовать обычный программатор рт 809 сочетаем там сохраним его и дальше через iproc сделаем калькуляцию пробега так начинаем с микросхемы выпаиваем и считываем ее отключаем панель для тех кому требуется подключение здесь у нас минус здесь у нас плюс два крайних контакта пока микросхемку будем выпаивать не разбирая остальную часть панели для того чтобы разобрать панель нам нужно только отсоединить вот эти крышечки отсоединить шлифа снять крышку дальше уже есть доступ к микросхеме так давайте выпаивать считывать пробег сохранять дампинг выпаивать будем с помощью фена температура 330 градусов микросхема 90 30 56 увеличим поближе чтобы было видно все действия пробег тоже скручивался это сто процентов есть следы вскрытия пайки и так далее на таких автомобилях уже пробег за 500 тысяч те у которых пробег на сайте пишут порядка там 200 узнаем а вид где продаются от машины там так далее площадках объявлений там идея пишут что у них пробег 200000 это прям сказки это сказки потому что пробеги на этих машинах уже за 300 перевалили так устанавливаем ее в колодку так не то сейчас возьмем другую так есть переходим к программатору рт 809 h сейчас выбираем микросхемку у нас 93 так и с 93 давайте так уже проще будет с 93 с 56 выбираем ее тут кто не знает как установить ее вот он рисунок неразборчивый но в целом видно устанавливаем в программатор есть на своем месте нажимаем чтение программатор не подключен естественно забыл включаем его разъем есть читать можно еще быстрый поиск нажимать в принципе должно и так справиться надо давайте так быстрый поиск так не видит микросхему сейчас переустановлю и следующее время на д будем этот есть в программаторе, пробуем не видит, так он хорошо выбрали и и и и и и и и не хочет определять сейчас если что перезагружу аппарат либо припаяю напрямую в другой колодке так еще раз пробуем давайте загрузимся и и и и и так пробуем Вален. Так, все, как раз ему определил. Программатор, походу, просто не считал серийный номер изначально. Так, давайте на рабочий стол. Подписываем, что это у нас камрюха. Камри 2008 год у нас. Пробег 500 с копейками было. Пробег 500 с копейками было. Раз, два, три километра. Километра, километра в копея. Все, сохраняем это на рабочий стол. Проверяем содержимое. Тут можно сделать верификацию. Ну вот у нас сохраненная информация. Все, отключаемся. Подключаем теперь программатор iProc. В данном случае можем сразу через колодку это все добро записать. Можем обратно подключиться к программатору RT800. Давайте теперь ради прикола сохраним через iProc то же самое. Так, видится, видится. Выбираем камрюху. Вот она в 40 и 56. Есть. Так, подгружаем вот сюда файлик. Который мы сохранили. Вот он у нас. Подгрузился. Дальше. Делаем перерасчет. Сколько нам нужно километров. Так. Просит подключить микросхемку. Давайте. Подключим. Так. Все. Видите, программатор вычитал микросхему. Пишет 540 километров. 540 тысяч и 208 километров. Окей. Он у нас соответствует тому, что у нас там было. Давайте сразу вот так вот это копернем. Вот этот дампик переименуем. Так. Все. Пусть будет. Что нам дальше нужно сделать? Вот сюда вбить нужный пробег. Соответственно, давайте сделаем 200. Пускай будет 90. Стоп. 290. И раз, два. Еще один нолик. Окей. Все. Дальше нажимаем в райд. Новый километраж. Короче. 290 тысяч км у нас нарисовало. Окей. Можем еще раз читать. Все. Видим. 290 тысяч километров. Вот так вот, в принципе, все несложно делается. Снимаем панельку. Запаиваем обратную микросхему. Ну и смотрим, какой у нас сейчас будет показывать пробег сама панель. Так. Сразу предупреждаю, буду будущих комментаторов по поводу всех действий. Все эти пробеги рисует, соответственно, владельцы автомобиля. Моя задача только техническая. То есть, сделать то, что просили. Цели владельцев мне неизвестны. Мне вообще без разницы, с какой целью они все это делают. Кто-то делает, не знаю, там, свапы на какие-нибудь машины. Кто-то делает ради того, чтобы поменять панель приборов. Ему нужно на, соответственно, на новую или своя там сгорела. Черт его знает, что там еще. Вот. То есть, мне без разницы. Для какой цели владельцы это делают. Если вы покупатель будущего авто, то не надо быть глупым и смотреть вообще на пробеги. Смотрите на состояние авто. Делайте диагностики. Это не новые машины. Это машина 16-летней давности уже. И поэтому глупо смотреть и верить вообще продавцам, которые говорят, что там пробег какой-то смешной. Стояла во дворе такая машина. Пенсионерский Логан какой-нибудь. Еще, да, может быть, зимой стоит. Летом ездит. Два раза по обещанию на дачу. Но там, может, уже и будет действительно смешной пробег. У меня у меня есть вообще на машине. 20 тысяч пробега даже нет. А уже машина 5 лет у него в владении. Ездит по выходным на дачу. Так что, морально-этические соображения держим при себе. Комментировать работу именно. Цели работы меня не интересуют. Так, за собой убираем всю флюсовую содержимость. Проходимся еще разочек. С выдуванием. Флюс отмываю калошу со спиртом. Пропорции обычно один к одному. Калоша хорошо очищает флюс, а спирт более качественно отмывает панель. Плату их становится нежирной. Если одним флюсом калошей очищать, во-первых, она быстро выветривается. Хорошо не вычищает остатки. Все чистенько. Все чистенько. Подаем питание. Проверяем, что у нас получилось. Кемери, кемери. Ровно 290 тысяч. Завод. Так, на этом, наверное, ролик мы остановим. И перейдем уже к ролику с подсветкой. Будет отдельным роликом. Все. Всем удачи в работе. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...